Ну вот теперь видать Еще раз, здравствуйте Здравствуйте Что вы слышали? Ну сейчас слышно Сейчас слышно? Да Ну вопрос мы поняли? Вопрос мы поняли, он говорит Ну повторите Вот Насчет поклонов Да, насчет поклонов Вот воскресные праздничные дни Вот, почему звучат слова Придите, поклонимся и припадем Вот, почему припадем Вот если припадем Значит припадать на колени Или стоя, вот объясните Для меня это припадать на колени Как мне понять точно? Видите, если слово говорится припадем А в другом месте не говорится Не означает, что в другом месте нельзя кланяться Вот допустим, святые Божие Три поклона Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные поклон а нигде ничего про это не сказано словах то это не ладно дело на выходные перегруз наверно почему она так перерывает он где-то на выходные перегруз наверно ну конечно же на людей там много вам слышно да слышно хорошо я вам она это отвечает по смыслу вы объясняете совершенно правильно мы вот дома молимся мы тут делаем земной поклон а в церкви запрета то никакого нет сделайте поклон такой потому что очень строго когда прямо учит как когда надо вот на берсеневке отца кирилла сахарова там все знают где поклониться а так то обычно в храме никто ничего не знает а душа редко кто знает пас но это да это правильно потому что ну вначале как бы сам приходил не знал и что все делали то и сам делал а сейчас потом возник вопрос одни одни кланяются другие большинство кивает головами когда я начал вникать какие виды поклону поясной и колено прикладные ну что это за кивок что назначает люди кивают когда кланяться как кланяться и вот сейчас вот этот вопрос как бы начал я делать земные поклоны дают замечания даже прихожане поэтому он очень важен для меня вы с правильно объясняете то это но что вы поклонились там это по самому смыслу надо кланяться то люди кивает голову это евреи у своей стены плаща кивает а у христиан так если ты совершил правильно крестное знамение поясной поклон должен быть такой колени не сгибаем чтобы рука могла пол достать не надо руку опускать рука обычно вот так вот при поклоне вот так вот делается и поклонисты к следует а головой такивают это или машет вот так вот вот так вот рукой то бишь какой крест такому маханию небрежного ян златоуз говорит бесы радуют они в ладоши хлопают это или ты молись или перестань кощунствовать надо все время людям говорить научать это у нас которые люди приходят мы сразу им показываем они в один день все знают вот как поклониться вот я начальник детского лагеря дети приезда приедут ну лагерь это православный но охота им к нам попасть и довольно вот ребенок вот не знаю научим лишь бы он не был против покажешь за столом сидеть что если ты ложкой почерпнул на кусочек поставь себе подтащи чтобы не наклоняться над столом я ему объясняю почему потому что за и говорит василий великий каждое животное наклоняется к пище человек пищу подносит к себе всего у меня в руках ложка я вот так вот кто будет наклонять так по столу шлепну а ребенок а родители дома не знаешь и чашку обхватит и сидят как у на столе лежат стыдись облокачивания на стол сера как говорили слог не должны быть на столе у людей это никаких правил нету вообще нету а без правила значит все спрашивают они начали не научается ничему все время а вот именно что вот как-то когда еще юношей был церкви мой священник там на украине он вот запомнилась мне вот это в редко ходил правда там может разбат или вот как бабушка учила вот большой пост начинается великий пост вот в первую неделю надо там попаститься и пойти причаститься вот ну и так учили а читать мы нигде литературы не было советские времена поэтому запомнилось что священник вот как-то акцентировал внимание что вот распинайте себя делайте большой крест вот они там не крутите там что-то и вот так я в принципе крестился а вот сейчас недавно я узнал что даже грех за неправильные крестные знамения грех ну правильно вот объяснение то какое дает что вот к распинаете да при чем-то распинаете мы изображаем на себе честный и жертворящий крест господи это оружие на дьявола то есть я показываю что я верю распятого иисуса христа смысл какой-то я пальцы поставляю на лоб что означает господи на чрево иисусе христе помилуй меня грешен господи иисус христос это имя получил через деву марию сцене божий вознес саде слой помилуй меня на суде божьем чтобы не стоять все понятно и после этого поклон священник зачем он говорил что распинайте себя этого нету мы просто знамениях крестово имеем это знамение на сатану утром встал говорят там что-то там тебе будет а ты подойди к двери перекрестись и скажи отрекаюсь сатаны и всех дел и во всех ангелов и во всей гордыне ну как прикрещение обычно выходя из дому да всегда так делаешь иди спокойно доверься богу то будь совершенно спокойно никакие страхи не допускай ну вот понимаете вот жена у меня как бы училась в в этом в духовном училище вот она закончила регентом работает церкви не это не работа как бы но работала 15 лет на украине проработала а сейчас здесь просто поет там но деньги не берем вот и она как бы говорит вот ты кланяешься делаешь поклона все остальные люди стоят и как-то ну ну как-то со стороны выглядит как-то вот так поэтому меня это задело очень задело и я ну хочу просто чтоб вот сегодня даже был на литургии утром да я стал на колени а человек говорит нельзя после литургии потому что я в храме вообще не разговариваю когда литургия вот я выхожу скоро с храма и потом уже если надо что-то вот я с ним заговорил говорю ну вот так и так вот в этом в интернете я видел видео вот там пелагии рязанской петр глазунов рассказывает это ее крестник она умирал 6 умерла в 66 году а он до сих пор жив и он рассказывает про крестные знамения все там четко как правильно хреститься как поклоны делать и вот именно там вот эти его слова говорит поклонимся и преподем что если не преподать значит надо убрать эти слова из божественной литургии это может кто-то убрать конечно не может поэтому надо преподать и вот я начал преподать замечание начали вот говорит он говорит я был в монастыре и монахи там ну забыл лоптина или где монахи говорит строго-настрого запретили не не стала становиться на колени вот а этот петр глазунов что там в него виде я если вы хотите вот просто если не будет вас время прокомментировать посмотреть там самое короткое там 39 минут в ютубе срочно восклицательный знак такому в храмах не учат и вот там он рассказывает еще некоторые вещи вот поэтому очень интересует это ну как бы хочется чтобы на литургии хоть да это же божественная литургия и хочется делать все правильно не в него греха ну чтобы это принялось богом как-то вот вот относительно литургия мы порядок там наводить не будем бывает иногда в храме в другом другой порядок вот у нас строго по уставу так у нас мы приучены так и стараемся все люди это знали но я пришел в другой собор мы много где бываем при свидетельстве вот а там такой порядок не надо его нарушать порядок василий великий говорит превыше всего там у них принято так не преподай ну ничего ты мысленно поклонись перед богом думаю придешь покланишься тут надо благоразумие смирение это смиренно мудрее это на высшее качество христианина православного они так да я то вы объясняете совершенно правильно еще тут против не будет воскресенье вы встали на колени это нельзя прямо указано это канон почему воскресенье христос восстал из гроба прямо и поэтому никаких два раза по три положено где там достойно когда считаются или когда вышел счастенник чашей благословляет ну там показано где но в каждом храме может быть по разному вот у старообрядцев староверов там щетка синхронно все кланяются поясной земной там они все знают а здесь но нет этой строгости не надо на ней настаивать другой чужой монастырь со своим уставом не ходит вот поговорка то есть она как бы к религиозного общества касается так везде одинаково может быть там где слово божие говорится не изменение одной буквы в святой библии это абсолютно а это люди уже потом написали за ней не надо умирать иначе получится как у старообрядцев протопопа вакуума там не так палец не так написано и друг друга гвоздает сотни лет а сами отошли от церкви ну тут никуда не годится перед богом перед богом все время будь сказали молчи 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 а внутри молись никто тебя не видит я прошел по разным местам и по тюрьмам и в лагере ну и бывает что нельзя и на допросах а сидишь молишься никто не знает а я хочу а вот это я хочу она не на первом месте должно знать стоять да еще надо свериться с библией как нельзя работать вот такой-то праздник хотя никто не спрашивает он заставляет иначе тебя знают ну и все в труде греха не будет поэтому я подневольный на посты соблюдать строго православное вы на наш сайт заходите да да захожу вот с правой стороны у меня там зарегистрировался с правой стороны там папки стоит 55 папок вопросы ответы сайт не просто эти читаем читаем и там вопрос вопрос ткнешь и тебе будет ответ все там что ты желаешь по работе отдельно молитва отдельно дети отдельно там патриархии там это огромный огромный материал огромный но вот пока вот с вами как бы не познакомился заочно а меня как бы подтолкнул меня есть знакомый инвалид он без ног ну и так мы с ним общаемся и он я так и там и осипова и там и ну всех так меня интересует все очень интересует последние три года вот и он мне говорит а вот игнатия лапкина говорит я говорю интересно давай я как начал вот и меня вот так прям за душу взяло я по библии особенно все ясно все четко библия это основа а то много много сейчас литературы много всяких видео много всего конечно и заблудиться легко и как бы и понять на сайте видели мои книги 38 книг да да все книги видел меня очень интересует толкование я уже и так читал толкование феофилакта уже так в прям интернете но хотелось бы я бы хотел игнатий тихо я хотел конечно поучаствовать в этом миссионерскую деятельность ведете вот и там видел я щита но как-то ну еще смелости не было мне что ли хотел бы поучаствовать помочь может чем-то вот работа у меня хорошая и хотел бы вот эти иметь у себя как бы в библиотеке вот новый завет с толкованием вашим вы в мой лру знаете мой мир мой мир система эта система такая как нужна эту систему мой мир это она очень удобно вы в нее зайдите листик там свой сделайте страницу фотографии поставьте только фотографии чтобы было ну и наставитесь и сразу попроситесь ко мне в друзья я вам отвечу я вам скину счет все остальное и книги я вам пошлю уже на этой неделе и весь сказ вообще отлично а можно побольше там ну сколько закажет я на все книги покажу цена какая книги то кончаются это тираж то маленький первое переиздание было тысячи потом три тысячи тем более 90 почти процентов мы едем по библиотекам я везде дарю мы прошли от находки порт владивосток до лиссабона прошли скандинавию прибалтику турцию это господь нас так благословил я видел ваши видео вот это вы рассказывали как вот это путешествовали там на газели как ехали все ну много видео смотрел и в скайпе там вот это видео с украины паренек про майдан вот этот задавал вопросы которого убили николай леонов а я даже не знаю я вот видел что он задавал по поводу майдана или отвечали что вот всякая власть одной парень николай леонов он неоднократный чемпион мира по кикботску был там мы разговаривали войне и когда я был в поездке нынче в это время мне сообщили что он вывозил раненых где-то под донецком его убили а я ему говорил если ты будешь за войну ты до 50 лет не доживешь так и получилось а как вы знали да ничего я не знал я просто знаю взявший меч от меча погибли кто ведет в плен будет веден в плен вот к истинам право родственники же родственники же западной украины там черновицкая область западенцы там рядом она франковская ну там люди разные немножко потому что она франковская и львовская это вообще поляки там в основном а на моей родине там и румынов много и как и австрийцы там разные еврей вот и тоже но видно что по телевизору запустили вот этот 25 кадр или еще там какие-то психотропные там сейчас сейчас пищу подкармливают и люди просто но в основной массе уже даже мои там родственники такие любимые мои они говорят ты продался там москалям потому что ну я вижу иначе я был против майдана потому что я знаю я читал в евангелии что всякая власть от бога и мы заслужили там на янукович может мы заслужили на сталина бог по милости там януковича нам давно какая разница поэтому правда противление страшное и основная масса людей там за вот эту войну и никто ничего не видит и слышать не хочет и все и страшный делал что человек посеет то и пожнет кто сеет ветер пожнет бурю мы даже только молиться вот говорят а где у вас труднее всего было нас пугали в чечню не ездите мы там были два раза во всех библиотеках мусульманских республиках и везде дарил 38 книг свои у нас там беседы выйдет там одна беседа в доме мулы там беседуем по корану просто зарядить можете это найти поэтому люди когда говорят бывает ну ладно я говорю я не опровергаю вы все правильно говорили там вот как в швеции везде там вот то требование но на нас это не срабатывало потому что за нас тысячи людей молились и протестанты и в разных странах и мы говорили в германии с таким грузом не пустят мы прошли говорили вам не дадут работать как миссионерам там мы свободно работали как хотели и то есть я убежден что люди говорили правильно они говорили правильно с их стороны как с ними поступали с нами не так поступали вот мы допустим махачкале находим там очень трудная обстановка там на перекрестках везде стоят снайперы там очень тревожная обстановка намного хуже чем в чечне и вот мы побыли в библиотеке когда поднимались на втором этаже она видно комната намаз для намаза комната для молитвы но мы спросили когда книги уже сдали директора она на замке видно там закрыта а можно зайти помолиться от вопросов нет он дал указание сразу комнату открыли мусульмане но мы что положено разулись зашли там все это засняли ролик стоит то мы совершили полное утреннее правило там сколько помолились призвали имя господне что бог открылся этим людям дал мир и чтобы они познали господа я думаю что у них там тоже все записывается ну и что он как к нам будет они нас провожают вы видели как это рассказываешь когда да не может быть может быть а как вы питались на дорогу у нас два мешка сухарей у нас собака чемпион россии там все у нас было так они нас магазин затащили нагрузили нам всего что вам надо ну помидоры мы бы взяли они там кусок вот такой сыра отхватили мы уж не берем и там все и воды и все дали мусульмане это бог делает так они буквально готовы все отдать идут к нам а мы дарим евангелие рассказываем о христе да ты я рассказываю то не где-то допустим 1650 километров по турции шли как мы молились на таможне 12 часов как люди к нам расположены были это было свидетельство какого-то начала говорит мусульманство не было это бог так делать если я целиком для бога бог смотрит когда мне идти когда умереть и не надо дорожать за свою душонку вот так мне неоднократно спрашивают вот по украине нынче было ехать свободно проехал бы но тут разделились вот прошлом году моя вдоль и поперек украину и сколесили и крым и везде то есть у меня парламентская национальной библиотеки только в киеве в харькове там одессе во всех городах мои книги все тридцать восемь и как встречают мы никогда украину не отделяли я вообще что не понимаю это один народ одна нация и что там у них язык не такой так они были под владычеством поляков других сам все могло быть люди которые жили с татарами многие слова татарами употребляют надо маленько смотреть не так что не так понимает но и что что не так я про себя знаю я христианин и православным все и поэтому строго посты ни одной пятницы ни одного я нигде ничего не нарушать вот если на сайт зайдете у меня там к истинному православию и там заголовка так или открыто к истину православия на в открытом виде книга лежит нас просто по-русски заряди сайт по свете библии или сайт игнатий лапкин до заходил я заходил там вы увидите какие дни когда разрешается растительное масло неужели это важно важно послушание павел говорит не буду есть мясо пить вина чтобы кого не соблазнить я православный вопросы все сняты я значит все каноны все обязан выполнять я обязан и обязан так что я говорю они мне не нужны они мне как бы во время начальной детского лагеря у меня дети целый месяц первый находятся петров пост мы строим деревню православно сливки все залезть я не могу дать я заменяю другим там рыбы разные накручивают там с медом сладости но я православный вопрос там вообще не возникает я обязан это сделать и я выпросил у бога господи дай мне это делать с любовью я не просто делаю с желанием что церковь мать дала эти посты мне чаду своему церковь она плохого не посоветует и весь сказ и всегда будет радостный меня бог избрал он мне открыл я люблю его мы богаты у нас библия переведена на русский язык от любые сектанты баптисты они имеют библию ты просто задай вопрос а кто ее библию собрал то что мне 77 книг то вселенская православная церковь а кто перевел на русский язык православная они целиком они любят библию любят и вот на этом надо показать что православие не топчите она слишком много нам дало я вот смотрел там ваши в скайпе разговор с одним человеком на он встречался с стерлиговым вот и я как бы ну тоже меня заинтересовал этот стерлигов он такой интересный грамотный там человек в принципе но он там двумя пальцами крестится наверное еще как бы не дошел к этому но мне что в нем заинтересовало тоже вот он в чем он сбился я организовал там эту алису ну алиса это было да это его как бы это грабеж обман он обязан половина раздать и кого обидел четверо и все у него ничего не будет он вовремя улезло он он крутит вертит и все он разрушитель обманщик у него никого нету православная патриархия не церковь старого всех да у него никого нет он один и где-то епископ один где-то у него там в наушниках или где он обманщик страшный обманщик он даже не еретик он библию не признает переведено неправильно там ивана грозного переводе о переводе он же так говорит говорит пробовали два года он же член общества там любители древней письменности вот и он пробовал говорит там со своими людьми перевести церковнославянского на русский ничего не смогли вот эти говорит божественные тексты которые вообще не переводятся что слов не хватает вот что вот это меня просто заинтересовало действительно так когда с еврейского перевели с любого языка переводится скажите что ту без транскрипции нельзя перевести есть альвеольные звуки от язык закупит но я просто занимался много языками разными по поясню вот у немцам артикла же 2 нельзя написать правильно как или гортанный звук такой у нас пишет гитлера на западе там в америке хитлер х стоит но как правильно били грегом а там посмотри в транскрипции как его зовут греем били грейм били грагом то есть на какой правильно то и другое неправильно и везде надо доходить до конца открестятся троеперстно а другие цараблятся двоеперстно как правильно то и другое несет себе элемент ереси почему потому что мы изображаем крест господень на котором распят был наш спаситель поэтому здесь не может участвовать не бога человечества не троица то есть участвует но распят больше христос по человечеству а как сама правильно я у просто отвечаю самое правильно у католиков но я не католик и по католическим пятью пальцами не буду креститься как они посредством пяти ран ты шедший с неба меня погибшего стоящего на левой стороне переведи господи на правую все объяснено и 5 ран у него у христа все на месте стоит как католический вот этот объяснение крестное знамя не пальцы самое правильное а православное вот они молятся лопатой там скажут понятно вот просто там читал я у святых отцов тоже серафим саровский там один на такой отрывок что к нему пришли старообрядцы вот потому что но они не знали в те времена они двумя пальцами крестились и знали что он прозорливый старый с бога угодный там и люди к нему обращаются много или там и пришли к нему трое и он сказал им что вот три пальца и так вот креститесь а сам где-то на иконе двухперстов сам-то изображен он-то с отобряческой лестовкой стоит и которую на накидка это старообрядческая еще один из вопросов то есть многое люди не договаривают боясь чего-то боясь а страх рождает химеру так и написано говорит что когда разум спит тогда являются всякие чудища он сам на иконах стоит на иконах и сегодня гадают а почему он так значит он был склонен и по тем более 1971 году патриархи уже приняли все равно спасительное это и тремя и книги равно спаситель это не комсина куролесил вот есть фильм такой раскол николая достали там это по подробно говорится библию не знали псалтыри одно знали и все и бились на смерть россию разделили это реформа никоновская разделила дальше уже петр первый тут и бороду рубил и бороду нельзя трогать какая она есть не одна волосина ну вот игнатий тихонович вот я вашу лекцию этому бороде вот это все с библии ну и слава богу во веки как бы прошел борьбу с первой женой это все с этим связано она бритье называется блудодейная ересь ну я был когда мне 23 года я на военном билете я уже с бородой был то время а еще евангелия в руках не было я понял вот об этом а бороде герман стерликов объясняет правильно прямо в этой ним на его он тоже да да вот это вот у насек две мамы в одном доме и первая кто будет жена а ты убеди и скажи ты посмотри на иконы если верующие пройди ты найден он как бы убедить получилось получилось слава богу я думаю уже всегда сегодня поймет завтра это говорит о том что ты не кострад это мужчина настоящий еще вот этом окрещение вот трехразовое погружение и узнал я от матери своей что действительно когда меня крестили маленького и священник было ну как бы то ли холодно то ли пришел домой и там погружение какого не было вот так ладошкой похлопывая по лбу и все вот поэтому надо принять полное крещение вы материалы мои зайдите к истинному православию я говорю на сайте и там крещение зайдите надо я вам сегодня если вы войдете я могу даже здесь скинуть вам а вот недавно прочитал книгу ну если может слышали сакура донецкий схеманах вот он написал он умер 2002 году ну тоже прозорви прозорливый старец вот он написал книгу о чем душа скорбит я прочитал и он как бы там объясняет такую вещь что священие но священники много нарушают и делают неправильно много и все ну как бы много этого есть везде повсюду но говорит в этом присутствует как бы ангел ангел делает все правильно даже если священник неправильно все равно но засчитывается вот такие вещи как бы на что на это сказать понимаете библия об этом не говорит но в житиях об этом сказано поэтому священника судить не надо когда он служит а когда он поступает неправильно как андрей кураева стал там этой голубой лобби проще он прав андрей это затоптали кура ослышал да да возьмите если вы здесь зайдете у меня посмотрите когда я о нем говорю андрей кураев сразу все я я прослушал когда вы да комментируете его такой талант так вот такой гигант стал ну и сказал не так там вот эпатажные выступления какие-то ну что спрашивать ты на по делу говори говорится кинули в него все аут ату его ну и все кинулись кусать его со всех сторон да мало то мстить начали даже московская где-то преподавал в этом университете ломоносова то и оттуда его давай выгонять чтобы ничего он не получал ну это совсем никуда не годится но я даже смотрел ваши комментарии по поводу выступления этого чаплинов да ну и слушал ту передачу этого атеиста как невзорова 32 ролика я его разобрал показал как у невзорова много хорошего и хорошее надо взять вот я сейчас был в москве и спрашивает ну вот как вы находите общий язык со всеми а как с навзором с невзором даже я поступил говорю так это в москве я сейчас был храме этому отца кирилла сахара такого храма христа спасителя если вы когда-то будете где храм христа спасителя а прям рядом тут мост перешел и прям сразу тут храм берсеневка там отец кирилл удивительный удивительный игумен мы давно знакомы на алтай приезжал и нынче у него были я говорю патриарх но это говорят так будто бы патриарх но расчеткин говорит наверно так и есть сказал чтобы с невзором не встречались если он участвует уйти оттуда но они священники выполняет невзоров появился они соскочили троем бежать они смотрите черные демоны так как святого невзорова боятся думать то маленько то они взоров когда я как разбираю я считаю что необходимо хорошего не взять собрать хороших там чаплин какие такие пробивные батюшки собрать своих и записать у него прийти и сказать александр глебович вот тут выступать давай выскажи нам недостатки наши враги то нам больше скажут враги нам лучше это не они лучше видят но лучше они нас видят и не тот говорит вдруг по медом мажет а то правду в глаза скажет что то не говорит не так говорит значит пояснить ему а что правильно то говорит то говорит о том что сотрудничали с властями и проще зачем обороняйтесь то это сто процентов правильно все сто процентов епископата все выполняли то что говорит цк поставлено тоже это уже все комиссия работал от патриархии гребе и кунин полосин там выявлено зачем спорить то с ним надо бога поблагодарить что здесь люди которые нам подсказывают на 10 я могу сделать побольше большое спасибо знаете вы меня усмирили вы знаете что я вам подскажу сразу если у вас будут какие-то вопросы один раз в месяц вы можете ко мне выходить если не срочные вопросы если у вас есть друзья желающие что-то узнать согласно четырех параметров что говорит об этом святая библия что говорят святые отцы а это 300 томов фолиантов это толкование начиная от первого века что говорят об этом канонны это 7 вселенских 9 поместных и святые отцы и четвертое это житья святых 12 книг демитрия ростовского вот по этим пунктам по всем я разбираю крещение 136 свидетельств а вот ведь ничего нет кроме небрежности а небрежность ну это сорок восемь десяти и римея говорится проклят что дело господне делает небрежно и весь сказ значит найдите человека который согласен правильно вас крестить и все к нам приезжают священники и романахи и всех крестим крестят и опять уезжают они служат это не мне надо это надо тебе почему потому что бог это установил бог и все святые отцы толкует и скрываясь в воде ты умираешь как в могиле как кирилл урсалимский говорит вынырию из воды ты рождаешься для новой обновленной жизни во христе украина нас заразила вот этим папы все эти униаты приезжают сюда никогда этого не было чтобы ладошкой по голове это мозги по стенке так и делается написано троекратное полное погружение апостольское 50 правило а если ты не знаю тебя бабушки бы не было ты не знаешь как 6 вселенский собор 84 правило если нет достоверных свидетелей немало не сомневаюсь прими крещение да не будешь лишен таликой благодати это играть и не приходится а если я был крещен а потом я попал в детдом но я не знал а у меня крестят второй раз это тебе никак не помешает священник если ты говоришь а я не знаю как он крестит и говорит ащи не крещен ащи то есть если не крещен что все надо очень серьезно отнесись к себе нам переиграть в жизни ничего не удастся мы предстанем с тем что у нас есть я вот рассказываю когда он спрашивает о молитве вот самое ценное в мусульманстве это намаз пятикратная в день молитва все до одного вот выступает дмитрий смирнов там по структурам у патриархии вот и он говорит вот они мусульмане вот такие да главное молитвы объединяется почему здесь они сделали где вы видели у нас чтобы 100 мужиков день собирались пять раз то ну где они не 100 они есть такие мечети полторы две до десяти тысяч русских когда зашел туда говорит а у вас что мечеть не работает работает еще полтора часа и полтора часа он залез там на минарет муазин и начал кричать о правоверные приходите молись это лучше чем просто сидеть пить чай они приходят и весь вся мечеть наполнено нам учиться надо а у нас сто восемнадцатый псалом сто шестьдесят четвертый стих давид говорит семикратно в день семикратно это глухонемые так показывает семикратно пяти вот еще два пальца семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей за суды я благодарю 7 раз в день за то что война на украине это бог делает господь дай мир украине добавляет благодарю тебя бог знает за суды суды это суды божьи идут чтобы у тебя не было ты благодари и вот найдешь 7 раз стать на молитву а это один что три святое 100 поклонов 100 поклонов и ты у тебя мысли будет другие и разговор другой у тебя все будет другое написано непрестанно молитесь за все благодарите нужно понимать что молитва трех ступеней благодарения в это сказать просьба благодарения и славословия переходи больше всегда вот слава отцу и сына и святому духу и на непрестанно и вовеки веков аминь аллилуйя аллилуйя вот это вот высшая ступень поэтому в церкви молитвы составлены так что у нас если прошение господи помилуй и благодарение и славословия просто так православное богослужение не надо отвергать надо молиться и своими словами богослужение составлялось не один год не один век вот утренней молитвы считаешь там молитва силе великого ефрема сирина великого и оники ты вдумайся в них оптинских старцев там такая глубина заложена когда не приучен к молитве человеку только собирает что перед глазами благослови господи папа и мама дальше не знаю что сказать интересно я честно говоря как-то не надеялся думал ну кто я такой чтоб с вами разговаривать там и думал не так легко это все но так радость такая вот мы все снимаем вы это знаете что этот ролик он будет выставлен его увидите и пригласите своих товарищей если у вас раньше месяца будет вот в это время как сейчас говорили сколько сейчас у нас полдесятого на два часа раньше на два часа я сегодня вам назначил так потому что у меня записывался большой ролик большой очень вы увидите поставил занятия на сегодняшнем нашем после собрания было занятие и уже она выставлена в нашем youtube и на нашем канале там как раз разговор такой был освещение как полезно поэтому всегда надо помнить за каждое слово нам придется перед богом отвечать не знаешь скажи я не знаю не бойся этого сказать есть такая такой выражение признание в незнании открывает путь к знанию и чтобы ну а мытарство мытарство слышали знаем как бы мытарство там смотрели стеня его да вот он там подробно это доказать нельзя это не по библии но и отрицать просто так надо иметь какие-то основания зачем я православный я каждый день молюсь ангелу-хранителю 10 100 поклонов а 10 поклонов христу божией матери ангелу-хранителю леону крестителя никола чудотворец все святые пророки небесная сила апостола и евангелисты мученики святые отцы жены и девы по 10 поклонов это вот таких вот не меньше семи раз в день где но на работе когда не можешь везде можно найти нет где работа я сразу иду и смотрю где можно какой уголок только зашел в камеру я сразу гляжу где можно притулиться спрошу там кто старший пахан я тут не буду мешать да что-то отец молись всего мне сказали мне разрешили уже мне никто не тронет не бойся подойти поклониться и ты дальше лишь как все меняется у меня путь корявый я я не сам собой я уже увидел я уже увидел и поэтому человек который сидит на своих дрожжах у монастыряне жил в армии не служил в нем все остается и поэтому он хорохорец я бы сиди спокойно а то возьмут и со стенки скребать придется надо на бога надеяться а не то что я крутой такой это не так сиди спокойно и благодари бога что у тебя рядом жена и она покоряется тебе вставать надо рано вот мы всегда ставим 440 440 и поэтому мы успеваем много везде надо делать все быстро учиться только на молитве и при чтении святой библии быть спокойным и не торопиться видели как у нас занятия идут я вот насчитал я смотрел занятия там несколько занятий я вот сегодня просматривал там литургии мне просто интересно было увидеть где колено прикладные но не было не видел видео ну просто далеко ролик далеко стоит их туда задвинули у нас почти 2300 роликов наших только представьте там надо смотреть по плейлистам где колено преклоненные стоят все преклоненные великий пост какое одеяние у нас как считается канон андрея критского я его возвел на две ступени дальше просто надо быть религиозно талантливым как выражается андрей кураев я не выдумываю еще мне положено сердце я выдвигаю вперед что мы молимся оглашенные из идите значит надо думать об оглашенных как им сказать этим людям те которые пришли как ним которые более совершенно господь сказал петру паси агнцев моих а потом горпаси овец моих есть ягнята которые едва пришли и к ним особый подход надо иметь я начинал основатель создатель детского лагеря он один был на всю россию и остаюсь его бессменным руководителем 43 года теперь уже это не два дня и ни одного повреждения ни одного отравления без помощи государства я должен как говорится волка ноги кормят достать кормить чтобы было интересно весело приедут распорядок чтобы и все добровольцы волонтеры работали это не год не год не два сорок три года сорок три было нынче сорок три года уже а зачем у нас лозунг висит россия должна встать и дети скандируют россия должна встать второе россия это мы а там такие вот семилетние надо видеть это все заснято надо любить любое дело вот приезжают профессора психологии живут в лагере где вы это берете и видят что это абсолютно неотразимо действует специально где берете я беру везде счета с австралии счета в японии я очень много читала что-то взял из швеции в англии и все это вмонтировал свой лагерь ну конечно на основе православия вот у нас приезжают дети сектанты бывают но они рукой не крестятся мы никогда не заставим его мы говорим ты как можешь а у нас вот так вот и молиться так и молись юра приезжают через две недели он молится креститься они ой юрка ты совсем православный стал почему он увидел он увидел любовь любовь это не заказное это во всем будет во всем они всю неделю готовят концерт рабочий трудовой лагерь они до обеда там дрова пилят каждый день 6 там раз бывает купаются тут футбольное поле волейбольное где лазить кащели в лесу собирать он должен все траву понимать моему показываем настоящая жизнь девочки нельзя пальцем прикоснуться и она не даже этого делать чтоб целомудренно росли вот они живут спрашивали это взяли библия библия мы преподаем к стопам христа это слово божие у православных библия почти не на каком месте там верхах там знает кто-то дворкин может маленькой а у меня обращение было необычное родился старообрядческой семье это беспоповцы пришел в церковь обратился то я христа то принял среди сектантов то есть библии дали мне ну бактисты на флоте на служить и нынче я там был и я никогда этого не скрываю я благодарю бога и почему сейчас у меня уже три беседы было шаповалом юрием из америки и все говорят ну будет ли продолжение таки зависит вот у вас будут друзья вы соберитесь вместе и запишите и будет очень это интересно я сегодня есть завтра меня нету 76 год все таки идет это бог так делает что мы расположены друг другу я вас знать не знал а сейчас увижу и буду думать как родной близкий человек это бог так делает мы молимся за всех кто будет вообще не с нами вы только зайдите в mail.ru и напишите мы на этой неделе уже пошлем вам книги я напишу какие цены куда послали mail.ru или в мой мир мой мир это одно и то же mail.ru или мой мир и сразу войдете там очень просто входить в него игнатий лапкин да но когда вы идете на игнатий лапкин там две странички на одной я с голубем это модераторы делают копию там это параллельно идет а другой я просто в шапке стою вот это мое где я сразу отвечаю а там они с перекладными я в контакт не захожу там модератора работают но что ко мне дают они ко мне на наш форум перекидывать я тут отвечаю не берут им мне не нравится ни одна система они устроены вот самая лучшая это мой мир была ее испортили теперь из-за того что там поносили видно правители они там тогда было 10 тысяч человек и одновременно на всех одним щелчком 10 тысяч получат от меня одновременно 10 фотографий а сейчас по одному тюхаешь сидишь ну не умели себя вести нас и наказали мы не хозяева они заказывают музыку а плясать нам надо уже так хорошо тогда я вам познать там мы подружимся и потом я выберу книги да вы зайдете на сайт посмотрите по порядку все книги там они стоят открыть чем более сейчас я на днях нашел там в разных городах работы даже в разных государствах по аудио я 50 книг насчитал их нигде в мире больше нету это полностью 12 томов златоуста аудио мои беседы с александром менем в аудио а теперь их сделали вы если отдельно и когда зайдете мою страничку сейчас нельзя присылать но фотографии можно по одной я поэтому сегодня утром записал сфотографировал и вставил его увидеть там все я вам покажу где наш ну какие там контакта где отдельно сделали аудио можно скачивать вся библия златоуст архипелаг гулаг жития святых добротолюбия 50 книг 50 томов моим голосом насчитано добротолюбие у меня тоже есть а это это высшая философия христианство так называют и вы все будете иметь у себя тем более там все это бесплатно дается у нас великое наследие мы православные и поэтому мы можем предложить представить людям поставить перед ними кушание из тысячи блюд которых они не имеют чтобы они не сказали баптисты у нас все есть что говорят пятидесятники у нас все есть даже не говорится что говорят у нас все есть поэтому православие это всеохватность это нежность целомудрия а когда люди видят одно только что люди шатаются не знают и пьянствуют и поэтому они отвращаются за это нам придется отвечать перед богом горе через кого-то придет соблазн лучше бы ему сами знаете но если вопросов нет расходимся да нет все спасибо большое храни господь все давно закончили буквы здоровья да все пока все но я надеюсь что мы последний раз ну ладно я вам скинул мои как заходить я вас друзья принял теперь вам легко ко мне заходить целом давайте с богом отвечайте вижу что он хотел продлить еще и посмотреть но все нормально благословен господь ты знаешь как его звать то вот я сейчас прочитаю малыш роман малыш малыш как будто бы малыш роман а где он находится украина в сети но он сказал что сейчас уже в россии я так понял нет да желаем стать истинным православными возникло много вопросов разногласий на данный момент являемся прихожанами русской православной церкви рпс интересует вопрос о поклонах на божественной литургии оба слова с большой буквы а именно земных ну я могу заходить и сейчас хотите вставляете ну дал ему свой пароль и все сегодня воскресенье тридцатого ноября уже время то какое по 10 часов вот сейчас через 10 минут у меня назначен следующий человек люди нуждаются ну раз пришли благодарим бога все благословен господь